Вы упомянули Украину. Скажите, вот те запреты и цензуры на Украине, там ведь запрещены ряд лент к прокату, советских лент, российских нынешних лент, все наши телеканалы запрещены трансляцией. Вы считаете, это эффективная мера? То есть действительно какая-то выстраивается такая информационная стена? Или это просто способ досадить тем людям, которые выражают ту или иную пророссийскую позицию? То есть польза есть от этого с точки зрения киевского режима? Они что-то получают от этого? Я думаю, что это, кстати, вот опять, если говорить о цензуре, вернуться к этой теме. В современном мире цензура, ведь еще такой есть момент, она просто невозможна, потому что просто есть интернет. Это вообще серьезный такой довод против цензуры. Как-то ее не объявляй, ты в интернете можешь посмотреть все. И, соответственно, и на Украине, ну мы запрещены, вот я запрещен, все мои картины запрещены. Все картины? Все, все запрещено. Там 150, там еще сколько, 200 человек. Это список все время увеличивается. Я должен сказать, вообще это обидно. Это довольно обидно, и это сказать, что там в дальнейшем, кто это принимает на Украине, эти сумасшедшие люди, потому что, ну я-то еще ведь советский человек. Я вырос в стране, где Украина была частью моей родины. Я работал в советском кино, и мои картины так или иначе, может, в миллионной какой-то доле, ну, так сказать, наполняли. В то время кино было рентабельно, все-таки у меня там почти стоили. Не смотрю, что 10 копеек стоил билет в кино? Да, ну, все-таки кино, советское кино было рентабельно, поэтому как-то я вроде работал и на благо и украинского народа. Поэтому, в общем, и пришли какие-то ребята, которые решили раз там, и это. Ну, ладно, это на их совести останется, но я думаю, что это все-таки не действенность, это какое-то безумие. Это лишний раз говорит о тех, кто руководят Украиной, об их, в общем, интеллектуальном и политическом ничтожестве. Объясню, чем меня привлекает Карен Шахназаров. Я сейчас говорю не про режиссера, не про участника политических шоу из категории «Я вас не перебивал», а исключительно как о собеседнике. Шахназаров использует достаточно категоричные формировки, без оглядки на цех, потому что, ну что грехотаете, очень многие у нас режиссеры, вообще деятели киноискусства, да и не только киноискусства, предпочитают обтекаемые формулы, боятся поссориться с кем-то. Не называют имен зачастую, хотя когда озвучивается тот или иной факт, та или иная позиция, люди из среды однозначно вычисляют о ком речь, а зритель остается в неведении, поэтому это всегда меня раздражает. Вот Шахназаров этим не грешит. Этим он напоминает, ну мне опять же в контексте не профессионального, не режиссерского, а мы говорим сейчас о собеседнике по телевизионных беседах, напоминает мне Никита Свет Сергеевич Михалкова. Тоже хорош бывает. Не всегда, то есть он хорош всегда, но вот в этом контексте, в смысле категоричности не всегда, но блистает. Вот Шахназаров это подарок всегда для меня, для интервьюера. Ну, о Никите Сергеевичу Михалкову даже говорить не буду, это по определению так. Так что, до новых встреч!